В Москве продолжается реализация программы 200 храмов. После зимних праздников депутат Государственной Думы Владимир Ресин и епископ Подольский Тихон, курирующий проект, возобновили объезды стройплощадок. На этот раз они посетили Зеленоград, где уже полным ходом идет возведение храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Ознакомилась с ходом работ и Светлана Соколова. На месте этого котлована к концу нынешнего года будет построен храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Он сможет вместить в себя три сотни верующих. Сегодня же почти на 230 тысяч жителей города всего три действующих в церкви. Поэтому для зеленоградцев строительство нового храма большая радость. Очень радостно, потому что я живу вот в доме напротив. Я жду, не дождусь просто этого события. Надеюсь дождаться и буду всегда сюда ходить. Это очень удобно, это очень хорошо. Правнучка моя перед школой будет тоже заходить. На стройплощадке для встречи гостей собрались местные жители и представители средств массовой информации. Владимир Естин рассказал о ходе реализации проекта строительства 200 новых храмов. Всего нам надо построить 200 храмов. По 200 храмов в Москве, включая зеленограмм, отведены площадки все. На первую очередь этих храмов уже не только площадки отведены, но и разработаны, разрабатывается проектная документация. А 20 храмов находятся уже в физической работе. Всего же в Зеленограде по программе строительства модульных храмов будет возведено 5 церквей в разных районах города. Проблема, особенно района Крюково, для прихожан, для верующих действительно существует, потому что небольшой деревянный храм в 16 микрорайоне, он, конечно, не удовлетворяет потребности верующих. И мне кажется, очень удачное место, то, где мы находимся, то, где будет построен в этом году храм, и он будет отвечать потребностям жителей района Крюково. Строительство храмов ведется на средства жертвователей. Городской бюджет от него не пострадает, поэтому насколько быстро удастся возвести церкви, будет напрямую зависеть от собранных средств. В Зеленограде на более чем 200 тысяч населения всего лишь два храма. Вы понимаете, с какой трудностью сталкиваются постоянные прихожане, зеленоградцы, посещая эти храмы? С какими трудностями? И, конечно же, я еще раз повторюсь, стоят в очереди, в очереди и молят, и просят, и принимают участие своей посильной жертвой, с тем, чтобы храм как можно быстрее увидеть построенным. В совещании выезда на строительные площадки, помогающие разрешить возникающие в ходе строительства проблемы, Владимир Ресин и епископ Тихон проводят каждую неделю. На каком этапе возведения находятся другие храмы, смотрите в следующих выпусках нашей программы.